вопросов тараса далее если вам одновременно поступит предложение о фотосессии от журналов playboy и максим какой выберете и почему и я сходу возможно уже предлагали какой-то журнал я отказалась потому что это было еще даже год назад я встречалась сейчас не хотелось сейчас от анастасии вопрос выстраивая свой образ внешний вид манеры поведения предпочтения в одежде выделяли вы для себя людей на которых хотелось бы вам быть похожей на кого и в чем какие идеалы красоты знаете творить себе кумир я честно говоря старая стараюсь быть такой какая есть то есть и на кого-нибудь похоже говорить как кто-то не деваться как кто-то естественно нравится многие женщины знаете как у девочек бывает да там любимые киноактрисы на которых хочется быть похожей на вас моника белочи дали потому что очень наталья пор очень очень хорошая актриса особенно в кино карте ничего не будет просто шикарно оксана уже год просматриваю ваши фото очень красиво поздравляю вас победой поделитесь своими секретами красоты кстати было было также много вопросов какие-то как вы ухаживаете за волосами как вы ухаживаете за кожей что для этого нужно делать какие средства поменять насчет кожи честно говоря косметологами я не стараюсь злоупотреблять потому что пока что с ней все нормально то есть если я сейчас начну ходить косметологом делать всякие процедуры это наоборот усугубить только кожа привык к этому пока что все с кожей нормально делаю масочки домашние с глиной вот протираю лосьон на лицо с утра и вечера я уже как-то писала фирма биологи краше очень хорошая фирма вообще всем советую насчет волос принимаю витаминки с утра когда кушаю на завтрак называется фито фитопэйс очень хорошие волосы не выпадают густые блестящие и еще я принимала витаминки где-то вот этим как я начал принимать фито называется перфектив плюс тоже очень хорошие ну делаю масочки всякие для волосы никогда не делала в ламинирование всякого такого вот делаю дома из оливкового масла вот потом у меня есть такая штучка для волосы на маска вот называется фирма филиппи называется королевская маска как-то вот так вот я наношу раз в неделю хожу с ним по часам волосы очень хорошая я кстати просматриваю фотографии 10 кандидатов было до название мисс украина и все девушки брюнетки лишь одна блондинка последнее время мисс вселенная в основном выигрывает брюнетки я не знаю почему видимо членам жюри конкурса мисс вселенная очень нравится американки потому что сколько я помню то ли куэрта рико то ли миссуэлла занимали 9 раз первое место 9 раз сумасшедший результат почему-то всегда занимают первые и вторые и третьи места девушки такие вот смугляночки, латиноамериканочки я не знаю почему что-то их нибудь у нас стандартное у вас уже какой-то плюс есть уже на компасе да мне говорили что я похожа на латиноамериканку на испанку на итальянку в общем кого мне только не говорили даже на цыганку и на болгарку в общем кем я только не была но честь всего мне сравнивать с бразиленками вот так что возможно это плюс пришел только что вопрос к нам от Варвары Анна на вашу думку вы идеальна, как в чем нет то чему что вам не подобается своему теле? есть ли на чем работать? конечно, я себя никогда не считала идеальной а как вы относитесь к пластике? нет, нет, это точно не про меня я знаю какие у меня недостатки есть конечно комплексы это у каждого человека поэтому я не понимаю когда человек грубо говоря себя ничем не представляет а считает себя купом земли я не считаю себя идеальной есть конечно многое над чем работать а как вы относитесь к пластике? к пластической сирузии? подкачать губы, грудь, попу? приписывали мне попу и грудь да, да, кстати попа и грудь это вообще смешно особенно попа не подумайте это просто губы баловать с губами да, было делано я решила два года назад подкачать себе губы но недавно образумилась мне сказали что все таки выглядит ужасно ну и я сама поняла что на самом деле выглядит некрасиво и я решила их как бы убрать то есть сейчас у меня нормально свои губы и я очень довольна сейчас смотрю на прежние фотографии честно говоря мне блогу с позитивами я сама смешно девочка так что иногда вот сдуру что-то приходят девочки в голову а на самом деле я не знаю так Мора я не знаю видимо переводились с помощью переводчика вы можете говорить по-испански если вы знаете скажем несколько смех на испанском говорите на испанском не говорю больше даже на итальянском чуть-чуть и то сейчас как раз собираюсь учителем так именно хорошо собираюсь найти аппетитера по-испански что мне сказать? ну у нас вопрос о том как вы поддерживаете свою красоту о фигуре тренировках мы тоже уже говорили Лена интересуется Ань хотела бы ты быть знаменитой на весь мир когда планируешь выйти замуж и рожать детей интересно знаете ну опять же девушка себе планирует выйти замуж например в 30 будет замуж в пациенте любилась и все ей предложили замуж и надо быть то есть я не могу конкретно сказать когда выйду замуж в детстве в детстве я планировала выйти замуж 25 лет у меня было 25 лет все нужно быть замуж дети семья сейчас у меня поменялись как бы планы сначала я должна сама реализоваться так сказать в жизни развиться сейчас первое что для меня самое главное это саморазвитие считаю что пока что я еще очень молодая для семьи все должно пройти немного времени посмотрим пока что не планируется не хочу пока что так у нас секреты красоты так принимаете левые втаминки кто не интересуется посоветуй книги и фильмы которые тебя впечатлили знаете это не один фильм не одна книга из книг мне очень понравилась парижская жена автор Эрнест Хингуэй это про юные годы Эрнеста Хингуэя и его жены после первой мировой войны как они жили в Париже их приключения в общем такая трогательная история у меня в России очень понравилась очень мне понравилась на счет фильмов и фильмов знаете мне нравятся и советских фильмов практически все фильмы Эльдара Аризона очень классные очень веселые мы с удовольствием присматривали такие как карнавальная ночь приключения невероятные приключения итальянцы в России ирония с убийствами пара естественно каждый новый год не надоело каждый новый год нет именно такие комедии хочется смотреть в сто раз с убийствами мне очень нравится это служебный роман мы помню как-то еще была маленькая мы с мамой засыпали под этот сериал включали на диски на кассете и смотрели служебный роман очень люблю сельские комедии из зарубежных фильмов мне нравятся Леонкингер мне нравятся мне нравятся Лучшее предложение мне нравятся Безумно влюбленные с Андреяна Челентана мне нравятся Пятый элемент Хатико естественно каждая девушка мне нравятся плакать еще много фильмов следующий вопрос у нас от Дарьи смогла бы ты носить одежду не мировых брендов а просто с рынка за небольшую цену конечно честно говоря я не ну как бы я люблю хорошую качественную одежду я люблю красиво одеваться и считаю что у меня неплохо получается но вполне могу одеть что-то в плане как угости с рынка или там совершенно самую демократичную одежду у меня честно говоря в гардеробе есть вещи таких фильмов как H&M, Zara, Manda совершенно недорогие фильмы у меня еще много таких вещей маечки, шортики, джинсики то есть я не против конечно очень классные вещи ну и последний вопрос возможно мама у вас творческий человек какие у вас я не знаю есть способности или хобби чем вы увлекаетесь помимо учебы и конкурсов красоты да, конечно есть хобби кстати мне от мамы передалась способность рисовать я себя развивала я думала где-то художка но как-то не дошло до этого дела у меня есть способность рисовать я могу красиво нарисовать что-то стояли в шахтах рисую пишу все делаю я бы рукой а очень люблю лыжи можно сказать мое основное хобби каждую зиму обязательно сказать 9 лет не ездить очень люблю прямая страсть можно сказать основное лыжи и рисование ну что ж спасибо на там вопросы подошли к концу завершающее слово для ваших поклонников наших читателей ой спасибо вам большое за ваши вопросы очень мне понравилось отвечать на них хочу пожелать всем удачи счастья спасибо за вашу поддержку всем всего хорошего спасибо